место женщины на кухне конституция не для женщин только для сильных людей александр григорьевич лукашенко наш все ну что женщины здравствуйте дорогие женщины нато наталья радина главный редактор харти 97 беларусь бывший политзаключенный белорусский политик оппозиционный политик и мы говорим с натальей она явно не дома это гостиничная номер привет наталья я сейчас командировки поэтому до таких условиях будем разговаривать командировка скажем так в одной из стран евросоюз что ты там делаешь ну скажу тебе честно то есть я занималась сейчас переездом сюда детей кандидатов президента беларуси светланы тихановской она обратилась ко мне за помощью и вот наша команда решила ей помочь вот поэтому детей мы вывезли поскольку действительно и угрожали сам ее муж сергей тихановский известный популярный блогер находится в тюрьме напомню а светлане за то что она пошла на эти выборы стала в них участвовать угрожали в том числе угрожали арестом и тем что заберут у нее детей поскольку мы уже сталкивались ситуациями когда у кандидатов президенты забирали детей шантажировали семьями и детьми например я напомню случай андрея санникова что произошло в 2010 году то мы решили помочь поэтому дети сейчас в безопасности я этому рада я напомню кандидат президенты андрей санников и его жена журналист журналистка новой газеты ирина халиб оказались после выборов очередных выборов лукашенко в белорусской тюрьме и их сын дания тогда ему было пять лет в общем едва не попал в приют с большим трудом удалось его в общем фактически отбить и отдать бабушки на мальчик довольно долго жил один без родителей что с детьми тихановских ну во первых сколько их сколько им лет девочки 4 года мальчику 8 насколько я знаю они сейчас в безопасности вместе своей бабушкой и мы надеемся что не будет ситуация которая была с им санников потому что конечно она была очень травмирующей для их ребенка и для всей их семьи мы знаем что лукашенко идет на любые меры для того чтобы удержать свою власть но я бы сказала что сегодня можно говорить все таки о конце режима лукашенко то есть я бы хотела построить наш разговор скорее о том что не они не на репрессиях которые может осуществить или которые он осуществляет о том что его время уходит вот в этом я абсолютно убеждена нет у него сегодня ни потенциала ни народной поддержки люди его ненавидят и чтобы он сегодня не творил как бы он не угрожал чтобы он все какие бы репрессии он сегодня не совершал для меня совершенно очевидно что это уже такие последние судороги уходящей диктатуры но это же вряд ли на выборах произойдет вряд ли что вряд ли смена власти белоруссии произойдет вот это выбор они не свободны я с тобой убеждена что я убеждаю согласна с тобой потому что смена власти она может произойти конечно через улицу вот то что лукашенко фальсифицировал все выборы на протяжении 26 лет это факт то же самое он собирается сделать в этот раз есть существует централизованная система такая фальсификации и я думаю что они будут пытаться снова нарисовать ему какой-то немыслимый процент я вам скажу что и даже если он ему нарисует четыре процента вместо трех которые у него сегодня реально есть напомню что лукашенко называют саша три процента белорусы будут выходить на площадь и оспаривать вот центр сберкому никто не верит безусловно и мы все понимаем что свои голоса нужно защищать защищать их можно сегодня каждый мирным способом но на площади только так когда я смотрю бесконечно смотрю на кадры разгона уличных демонстраций митингов шествий собраний в белоруссии я честно говоря ловлю себя на мысли а вот эти ребята они часто действуют не так жестко например как в москве или в питере а скорее как в российском хабаровске да так и эти три процента очень ощущаются по силовикам потому что я думаю что все силовики белоруссии плюс чиновники это меньше трех процентов ну я с тобой согласна абсолютно я с тобой согласна потому что мы сегодня видим что действительно и номенклатуры и силовики в общем то начинают отказываться выполнять приказы лукашенко или делают это с большой неохотой или в общем то происходит такая итальянская забасток своего рода и безусловно среди силовиков сегодня очевидно очень масса недовольных режимом лукашенко я могу просто сказать даже по себе поскольку я сама точка военного и у меня очень много военнослужащих и среди родственников и среди знакомых и друзей в том числе среди них есть и сотрудники милиции и если раньше то есть словно говоря там 10-5 лет назад среди них были сторонники лукашенко то сегодня таких людей нет вообще вот когда мы говорим например о путине мы привыкли говорить коллективный путин потому что путин обслуживает как как человек интересы элиты у нас очень много заинтересованных людей в том чтобы путин был навсегда потому что очень многие кланы зависят от него от него лично а у лукашенко есть заинтересованы его существование мощные кланы нет потому что все эти годы в общем то он перетряхивал постоянно всех своих чиновников силами по-белорусски очень здорово звучит перетрахивал перетрахивал при message один раз слушай но это это даже не по-белорусски это на тросянке на которую он выражается что лукашенко же не говорит ни на одном языке грамотно то есть он говорит на тросянке по-прadsки суждение перетрахивал я вас перетрахиваю то есть вот таким образом ну то есть конечно это звучит пошло в общем то ну ну и, собственно, как сам Лукашенко. Ну так вот, у него нет никакого мощного клана, есть запуганные чиновники, на которых, безусловно, есть компромат, есть прикорытники, которые имеют там определенные дотации, льготы, большие зарплаты от этого режима, да, но нет серьезного клана, который будет за него биться, то есть эта ситуация отличается от России. И более того, я скажу, что те люди, про которых я говорила, они живут в постоянном страхе, потому что в любой момент их могут арестовать, а Лукашенко постоянно арестовывает своих, даже своих самых ближайших соратников. Вот, например, совсем недавно был приговорен к 14 годам тюрьмы его бывший верный охранник, зам госсекретаря безопасности в Тюрин. И этот человек был рядом с ним десятилетия, но появилась информация, что даже он организовал госпереворот, и организовал заговор против Лукашенко. То есть была такая информация, которую власти, конечно, пытаются опровергать, но слишком много источников говорят, что на самом деле Андрей Тюрин осужден именно за попытку переворота, за попытку снятия Лукашенко с его должности. В общем-то мы видим, что среди чиновников зреют такие бунтарские настроения, и он их совершенно не устраивает. И даже вот участие в этих выборах бывшего посла Беларуси в США и руководителя парка высоких технологий Цепкало об этом говорит, о том, что, в общем-то, номенклатура очень недовольна. А ты веришь в то, что Лукашенко может уйти на пенсию с поста диктатора? Добровольно вряд ли, но если миллион белорусов выйдет на улицу и потребует этого, ничего другого не останется. Миллион белорусов могут выйти на улицу и потребовать? Я думаю, могут. Могут выйти и в Минске, и во всех городах Беларуси люди могут выйти. Мы видим это сегодня, что даже во время этой избирательной кампании, когда шел сбор подписей за альтернативных кандидатов в президенты, люди десятками тысяч выходили на улицы городов просто, чтобы поставить подпись. В общей сложности, я думаю, что сегодня в акциях протеста в Беларуси за эти месяцы приняли участие сотни тысяч человек. И поэтому я думаю, что миллион – это вполне реально для того, чтобы выйти и в Минске, и выйти и в другие города. Я думаю, что судьба любого диктатора, естественно, незавидная, но ни один диктатор еще не доходил до пенсии, до выращивания капусты. Потому что уничтожая институт выборов, они сами себя лишают выбора. Либо до конца из смертной доски... Челушевской и Каддафи. Да. Либо Челушевской и Каддафи. Лукашенко же при всей широте его кругозора, тем не менее, это понимает, наверняка понимает. То есть неужели мирные и спокойные, очень спокойные, толерантные белорусы могут этого добиться? Конечно, могут добиться. Мы свободный, свободолюбивый европейский народ. Почему мы не можем этого добиться? Конечно же, 26 лет страна жила при диктатуре. И все эти годы все равно постоянно возникали такие восстания. То есть проходили массовые протесты. То есть белорусская оппозиция никогда не смирялась перед Лукашенко. И вспомните, какие были площади, они шумели на весь мир и в 2006 году, и в 2010 году. И более того, ежегодно проходят массовые акции оппозиции. Две-три массовых акций оппозиции традиционно. Поэтому всегда белорусы боролись. Другое дело, что режим, конечно, жестче. То есть мы не можем это сравнивать даже с режимом Януковича в Украине. Режим жестче, но тем не менее, сегодня я вижу, что уже восстала практически вся Беларусь. И восстала, более того, сама система, созданная Лукашенко. Система, которую он создавал, она сегодня, в общем-то, готова бороться против него. Они понимают, что Лукашенко это тупик, что дальше так продолжаться не может. Что необходимо, чтобы он уходил в отставку. И они хотят, в общем-то, оставаться в этом тупике вместе с ним и гибнуть вместе с ним. То есть ты не видишь никаких способов, никаких лазей, для Лукашенко продолжать сохранять власть? Не вижу. Он может ее удержать, возможно, 9 августа. Потому что он для этого, в общем-то, готовит ее удерживать, эту власть с помощью фальсификаций. Но, возможно, с силовым путем. Но я думаю, что у него никаких шансов на это нет. Сохранять власть на более долгий срок. Я убеждена абсолютно, что 5 лет, на что он рассчитывает, у него нет. И, возможно, мы увидим конец режима Лукашенко в этом году и в весной следующий вагон. Но то, что это произойдет в ближайшее время, и времени у диктатора немного, а в этом я абсолютно убеждена. До твой взгляд, кто сейчас в лидерах общественного мнения в Беларуси? Ну, трудно сказать, но большое количество людей, которые боролись с режимом Лукашенко. Многие из этих людей сегодня находятся в тюрьмах. Это Николай Статкевич, это Павел Северинец. Непримиримые борцы с режимом Лукашенко, многолетние, очень мужественные люди. В общем-то, и это, конечно же, Сергей Тихановский, народный блогер, который, в общем-то, и начал эту волну протестов, которая началась в Беларуси в мае. А сегодня кандидатом в президенты идет его жена Светлана Тихановская. Эта женщина заслуживает безусловного уважения. Она бьется за своего мужа. Я желаю ей удачи. Так что, в общем-то, все люди, политические заключенные страны, которых сейчас сотни, они находятся в тюрьмах, это безусловные герои и моральные авторитеты. Недавно в Берлине и во многих других европейских столицах прошел прайд, гей-парад. И мы встретили со съемочной группой двух парней из Беларуси. Они отказались сниматься, сказав, что одному из них возвращаться в Минск, и это смерти подобно. Поэтому нельзя. В России, конечно, тоже тяжелая ситуация с этим вопросом, но все-таки не до такой степени. При этом, я с этого начала, Лукашенко абсолютно отвратительно, публично относится к женщинам. При этом он говорит, что, в общем, государство – это я, что без меня государство пропадет. Каким образом эти высказывания вообще, как ты думаешь, возможно? Не потому, что там Лукашенко глупый человек. Ведь к нему, наверное, ездят на переговоры какие-то европейские политики. Он общается с, опять же, с лидерами общественного мнения, мира. Но это же невозможно, это общение с таким человеком. Абсолютно, я согласна. Это просто... Мы с вами видим, конечно, во-первых, это жестокий диктатор, во-вторых, это абсолютно неуравновешенный человек. То есть совершенно очевидно, что у него проблемы с психикой, что он не очень здоров, что он патологический лжец, что он уже с трудом ориентируется вообще в пространстве, он не помнит, что он говорил вчера. То есть неадекватность, она налицо. Я хочу напомнить, вот хороший пример. Он на прошлой неделе сказал, что он будет регулировать размер зарплат в частном секторе экономики. То есть о чем можно говорить? Человек неадекват, он уже давно сошел с ума. И, конечно, вызывают удивление те какие-то европейские или российские политики, которые продолжают с ним встречаться, что-то обсуждать. Ребята, что вы обсуждаете с сумасшедшим, с больным человеком? Я уже молчу о морали, о том, насколько можно встречаться с диктатором, который сегодня творит вообще абсолютный беспредел. Вы же еще общаетесь с сумасшедшим. Это же очевидно. А Беларусь можно назвать гомофобной страной? Лукашенко гомофоб, да. Он же много раз об этом высказывался. Я могу напомнить его хамские высказывания в адрес бывшего главы МИД Германии Гида Вестервеля, ныне покойного. Он постоянно высказывает... Гомофобные высказания звучат постоянно. И, в общем-то, все какие-либо гей-прайды в Минске, они запрещены. То есть вы слышали, что в Минске это было возможно? Нет. Все запрещается. Более того, когда были попытки проведения таких мероприятий, то они тут же пресекались, их разгонял ОМОН самым жестоким образом. Более того, осуждалось даже посольство Великобритании, которого вывешивало в Минске над своим зданием радужный флаг. Они сразу подвергались публичным нападкам со стороны властей. Но в Москве было то же самое. В Москве было ровно то же самое. Флаги на британском посольстве, на американском посольстве и публичное осуждение, и улюлюканье. А президентом Беларуси может стать женщина? Конечно, может. Сегодня Лукашенко может победить любой. Понимаешь, Оль? Он настолько слаб, он настолько непопулярен среди людей, люди его настолько ненавидят, что его сегодня действительно может победить любой. И, конечно же, женщина. А ты можешь? Я тоже думаю, могу. Для этого должны сложиться некоторые обстоятельства. Пока, к сожалению, я не могу находиться в Беларуси. Я слышала о статистике, негласной статистике, что из 9 миллионов беларусов 3 миллиона уже живут за границей. Да, это вполне реальная статистика. Потому что огромное количество уехало, в первую очередь, и по политическим, и по экономическим причинам. Потому что сегодня в стране серьезный экономический кризис, зарплаты крайне упали. В общем-то, в регионах они сегодня составляют порядка 200 долларов. Такие же сегодня пенсии у людей. И просто для того, чтобы выжить, огромное количество беларусов, в первую очередь, мужчин, они уезжают. Они уезжают, они работают в Россию, в Польшу, Литву. Это, в общем-то, три страны, лидеры именно по эмиграции беларусов. И да, мы... И это большая трагедия для страны, что большое количество людей образованных, работоспособных, они вынуждены сегодня уезжать. Поэтому задача, конечно же, менять власть в стране. И делать все, чтобы беларусы возвращались на родину. Знаешь, мне кажется, что Лукашенко прав совершенно точно в одном. Что если чуть ослабнет хватка, да любая, Путин воспользуется этим. Ну, знаешь, мне трудно понять вообще логику Путина, есть ли она вообще, и насколько он вообще сам в здравом уме, в сегодняшней ситуации. Не нужно быть в здравом уме для того, чтобы захватить Беларусь. Я вижу, что у него тоже, как бы, вот эти имперские амбиции, они у него превыше разума. Но я точно знаю, что мы будем бороться за свою независимость, и какие бы планы ни были у Кремля, Беларусь им не достанется. А Путин в Беларуси популярен? Ты знаешь, раньше был больше. Сейчас я практически не вижу какой-то такой, знаешь, пророссийской направленности вообще в Беларуси. Потому что, знаешь, вот эти даже акции протеста, которые они проходят по всей стране, то есть мы же их видим, и они проходят во всех городах, и нет ни российских плагов, ни пророссийских лозунгов, ни пророссийских каких-то плакатов. То есть ничего этого нет. Дело в том, что, в общем-то, у беларусов произошло такое отрезвление. Они посмотрели на Россию другими глазами, они увидели, что Путин, в общем-то, ненамного лучше самого Лукашенко. И менять шило на мыло совершенно не хочется. То есть есть понимание, что Беларусь – это европейская страна и наше место в Европе. То, что происходит сейчас, я бы все-таки назвала бы национальным движением. Очень популярно везде бело-красно-белые флаги. И у меня такое ощущение, что то, что именно сейчас происходит, это даже не столько протест в отношении Лукашенко, сколько обретение себя. Или я ошибаюсь? Или это было раньше? А сейчас именно конкретно Лукашенко? Нет, ну, национальное движение в Беларуси было всегда. И оно было всегда достаточно сильным. Но сегодня мы видим, что, да, в общем-то, все больше и больше людей, то есть особенно молодежи, как раз-таки видят себя и чувствуют себя белорусами. То есть вот это вот как-то так сложилось, так совпало, что сегодня борьба с Лукашенко и вот какой-то процесс самопознания, самоуважения, да, то есть вот оно все совпало. То есть белорусы почувствовали себя людьми в этой борьбе и почувствовали гордость за самих себя, за свою страну, за свою историю. То есть это все идет вместе, понимаете? То есть Иван Родства не помнит, он же ни с чем не будет бороться. Да, то есть вот сегодня белорусы бьются за свободу. И они представляют и делают это под красно-белым национальным флагом и с гербом погоня. И это очень здорово. Я спрошу тебя о конкурентах, хотя я не знаю, можно ли такое слово употребить. Например, газета «Нива». Это же одна из старейших белорусских газет, которая выходила еще, не знаю, там, для шляхты при поляках на латинице и так далее, и так далее. Которая дожила почти до наших дней, потом была закрыта как бумажная газета, а сейчас закрывается как сайт или закрыта как сайт. Что вообще сейчас почитать осталось в Белоруссии? Белорусского, хорошо, «Харта-97». Что происходит с «Нивой»? Что вообще еще происходит? Что читать, кроме блогеров? Нет, ну, во-первых, это права, то есть ситуация в СМИ тяжелая, безусловно. Газета, кстати, называется «Наша Нива». «Наша Нива». «НН», белорусы говорят «НН». Ну, у них как раз отобрали вот это доменное имя, и у них сегодня достаточно сложное название, «Наша Нива.Бай». То есть, ну, это нормально, абсолютно подлая тактика власти относительно независимых медиа. В общем-то, когда заблокировали «Харта-97» в Беларуси два года назад, я предупреждала, что это будет продолжаться, если не будет сильной международной кампании солидарности, не будет, в общем-то, кампании солидарности внутри страны. Кампания солидарности была, ну, недостаточная. Все равно белорусские медиа отнеслись к нашей блокировке как, ну, вот, главный оппозиционный сайт, наш конкурент, да, то есть, ну, закрылся, да, ну, и нам проще будет, да, то есть, работать. Ну, вот это вот пагубная тактика, да, то есть нельзя относиться к коллегам в ситуации, когда их преследуют, как к конкурентам. Вот, я этого не делаю и не советую делать никому, потому что это всегда чревато тем, что вы будете следующими. Вот мы это сегодня видим. К сожалению, очень большой уровень самоцензуры сегодня в независимых медиа. Вот последний случай, например, скандальный был, это когда журналист «Радио Свобода» Игорь Ильяш рассказал о том, как его начальники, главный редактор «Радио Свобода» ходят в КГБ, когда власти недовольны какими-либо статьями. В частности, в КГБ вызывали его начальников за статьи, за статьи Игоря Ильяша, которые он делал на Донбассе. Он делал репортажи о белорусах, которые там воюют, как на одной стороне, так и на другой стороне. Вот. И по словам Игоря Ильяша, ну, после вот этих походов в спецслужбы, то есть, начальство заставляло его писать опровержения к его же статьям, и более того, предлагали, даже приносили черновики, которые давали спецслужбы. Ну, чудовищно, да? То есть, абсолютно чудовище. До этого была информация, которую озвучил бывший главный редактор «Еврорадио» о том, что у белорусских независимых медиа есть кураторы из КГБ, которые могут повлиять на формирование контента в этих медиа. Ну, вот, это такие реалии сегодня. Поэтому вот то, что Хартия сегодня вынуждена работать из-за рубежа, это, конечно, печально, но, с другой стороны, это единственный выход, потому что мои редактора не находятся под давлением спецслужб. Это я гарантирую. А журналисты вынуждены, конечно, работать подпольно. И это дает нам возможность все-таки оставаться независимыми. И, конечно, придушенная свобода слова, свобода медиа, свобода журналистики дала то, что мы, собственно, сейчас имеем, а именно популярность блогеров. Да, да, это абсолютно уникальное явление. Почему же уникально? Блогер Навальный тоже сейчас уже не любит, когда его называют блогером. Но, тем не менее, давайте вспомним историю. Блогер Навальный, блогер Тихановский. В общем, это похожие очень вещи. У меня есть любимый блогер еще, только Серый Кот. Ну, и многие-многие другие. Я читаю много белорусских блогеров. Но ведь это действительно обратная сторона медали, что вдруг в политику врываются блогеры. Потому что Лукашенко, читая в скобочках Путин, уничтожил свободную прессу, и в политику врывались блогеры. Это прекрасно. Знаешь почему? И у вас, и у нас. Потому что блогеры, они начинают замещать, что трусливых журналистов. И люди больше сегодня в Беларуси доверяют действительно независимым блогерам. Почему Лукашенко массово их стал бросать сегодня в тюрьму? И того же Серого Кота, твоего любимого Дмитрия Козлова, и Сергея Тихановского, и Александра Кабанова, и Сергея Петрухина. Это все популярные в Беларуси блогеры, которые оказались в тюрьме. И это я даже не всех перечислила, потому что их очень много сегодня. Но очень многие продолжают работать. И вот сегодня мы видим, что, например, акции протеста 14 июля, вот когда стала известна нерегистрация кандидатов в президенты, в том числе Виктора Бабарыка, люди вышли протестовать по призыву телеграм-каналов. То есть их призвал блогер Нехта и другие телеграм-каналы. И мы увидим, что вот это невозможно задушить, что все равно, да, он сажает одних, выходят другие. И я считаю, что это очень здорово, то, что у нас сегодня и в России, и в Беларуси есть вот такие блогеры, смелые, замечательные ребята, которые делают большие дела. Дай прогноз развития ситуации в ближайшее время. Дай прогноз. Я очень волнуюсь по поводу политических заключенных, потому что я не знаю, когда на свободу выйдут блогеры. Я не знаю, когда выйдет Тихановский. Я не знаю, когда выйдет Дмитрий Козлов. Я не знаю, когда их ждать. И вообще сколько их? И кто еще сядет? И надолго ли? Дадут ли им еще 10 суток? Или 10 лет? Ты знаешь, я когда сама сидела в тюрьме КГБ, я точно знала, что неважно, сколько мне даст суд, а мне грозило до 15 лет лишения свободы, я точно знала, что я этот срок не оттяжу, я выйду на свободу. Я была в этом уверена, потому что я знала, что за меня будут бороться и белорусы, и за меня будет бороться весь цивилизованный мир. И я убеждена, что то же самое будет сегодня. Мы добьемся освобождения всех своих политических заключенных. И белорусы будут протестовать, и добиваться освобождения народных героев, и, в общем-то, освобождения всей страны от диктатуры. И мир будет нам помогать. Вот сегодня я напомню, что очень многие европейские политики уже говорят о необходимости введения санкций против режима Лукашенко. И это тоже очень серьезный удар по режиму, который сегодня, в общем-то, находится на издыхании. Поэтому у нас есть все шансы для победы. Я убеждена, что к концу года у нас есть шанс уже жить в другой, свободной, демократической стране. Живе, Беларусь! Живе! Передай просто какие-то, я не знаю, солнышко, котик. Передай, пожалуйста, детям Тихановских. Хорошо, передам. Передам.